Скажите, пожалуйста, вы же родились в Кировограде. Да. Сейчас это город Кропивницкий. Кропивницкий. Я знаю, я улетела, прилетела уже в другой город. Другой город. Моя мама, знаете, что говорит? Говорит, Алина, засыпаю, просыпаюсь каждый раз по другой улице. Говорит, не понимаю, что происходит. Говорит, уснула на одной улице, проснулась на другой улице. Ну, значит, если надо, так надо, да. Я читал, что у вас было очень бедное детство. Ну, да. Ну, знаете, я когда даже начала моделинг, я никогда не говорила, что я была бедной, потому что я думала, что это нормально. Вы когда не знаете разницу, вы не думаете, что вы бедные. А потом, когда вы начинаете видеть, ну, как бы, альтернативу, kind of, я не знаю, как это сказать, тогда вы понимаете, что да, мы были бедные. Я даже помню, поначалу, когда начала моделинг, мне все говорили, о, как у тебя там семья, я вот такая, ну, у нас мы так хорошо жили, все. А потом, когда я начала знакомиться с местными людьми и проводить с ними время, и вы видите там лодки, приватные самолеты и все, и я понимаю, что это, ну, как бы, супер богатые люди. Потом вы там, у вас есть друзья middle class. Вы понимаете, что вот это вот middle class. И когда вы возвращаетесь в свою историю детства, вы понимаете, ну, что это беднота, беднота прям была. Так что да. Вот как, скажите, девочка из Кировограда стала топ-топ моделью? Вот вы сегодня мировая звезда. Как вот простая кировоградская девочка становится мировой звездой? Расскажите этот путь. Я, честно, даже не, я сама не понимаю, как это все произошло. Я верю, что... Я верю, что у нас все расписано по жизни. Потому что все, что я когда-либо планировала в жизни, никогда не происходит так, как я планирую. А происходит так, как должно быть. Но это также намного лучше, чем я, когда планирую что-то. Поэтому я верю в судьбу. Я верю, что все, что с нами происходит, должно происходить. Даже то, что сейчас происходит в Украине, к сожалению, я думаю, нам нужно через это пройти. Не хотелось бы, конечно. Не хотелось бы быть частью этого всего. Но почему-то нам нужно через это все пройти. И я думаю, что нам Вселенная дает все то, что мы можем вынести. Вернемся к тому, как я стала типа мировой звездой. Я когда начала моделинг, я начала моделинг только для того, чтобы работать, зарабатывать деньги. Я никогда не хотела быть знаменитой. Я до сих пор не хочу быть знаменитой. Я до сих пор не люблю внимания. Ну, как бы это все вообще не моя тема. Но как-то получилось так, и я как-то пытаюсь с этим работать. Да, и когда это все произошло, я помню, даже когда ходила в Нью-Йорке, и я везде была. Ну, прям, вы не представляете. Вы идете по Нью-Йорку, и каждый кампейн ваш. Да, вот когда я только начала, у меня там карьера вообще была супер. И мне люди скидывали там фотки, все. Я такая, ну, классно, ну, whatever. Ну, вообще, мне было все равно, в принципе. Сейчас я понимаю, что это был big deal. И раньше же Инстаграма тоже не было. То есть раньше не было такого, что вот сейчас там, типа, ой, была ходить, сделала одно шоу, один кампейн, и она просто везде. А у меня там 30 шоу за сезон. Вы не спите, кушать не можете, бегаете нон-стоп. И об этом никто не говорил никогда, понимаете? Поэтому как-то это все произошло, и, ну, вот сейчас я здесь. Но я не могу сказать, что это когда-то был мой план. Я вот правда просто хотела зарабатывать деньги. Потому что, потому что моя мама всегда хотела, потому что я же старшая, типа, дочка. И ее план был, чтобы я вышла, нашла какого-то себе богатого мужа и обеспечивала всю семью, понимаете? А я когда-то пошла в церковь, я прям встала, к святому Николаю подошла и говорю, святой Николай, пожалуйста, дай мне работу, чтобы я просто могла сама зарабатывать, быть независимой и при всем при этом обеспечивать свою семью. И обеспечивать мужа в том числе. Да. И, кстати, Дмитрий, это даже не смешно, потому что, живя в Америке, поверьте мне, вы обеспечиваете себя, свою семью, платите свои счета, а еще делите с мужчинами напополам счета, а они еще живут у вас в квартире, а еще никогда не помню, но это вообще, да. Так что, да. Надо пойти в церковь, перепросить этот... Наши мужчины так не могут. Вообще не могут. И у нас это прям культура, которая очень красивая культура, и я сейчас, чем больше живу в Америке, тем больше понимаю, насколько я ценю наших мужчин. У нас за последние 10 копеек он пойдет, вам сделает, я не знаю, подарок, цветы подарит, или там пригласить на кофе не в ресторан, но он заплатит. А там реально идут, и прям... Если ты говоришь, ой, давай я заплачу, ну, вам дают просто платить. Чтобы вы понимали. Да, я сама, честно, я до сих пор в шоке, но я же настолько к этому привыкла, что вы когда с мужчиной идете, делите, ну, как бы вы всегда карточку можете, что нормально, в принципе, сейчас. Хорошо, все предопределено, все предначертано, вы говорите, я с этим абсолютно согласен, но так просто же тоже вот не получилось из воздуха. Что-то послужило толчком к вашей карьере? Ну, вы себе росли в Кировограде, правильно? Чем вы занимались? Я закончила школу, я очень хотела пойти учиться, но не получилось. Образование недостаточно умно было поступить на бесплатное, а денег не было поступить на платное. Я пошла работать официанткой, потому что я не могла больше у мамы деньги просить, а у мамы было так. Например, одну зарплату она покупает обувь сестре, одну зарплату мне. И потом, когда я просто поняла это, я поняла, что, ну, как бы, а я еще высокая, и на рынке покупать одежду я не могла, потому что все штаны короткие, рукава короткие, то есть мне нужно было шить одежду. Я понимала, что если я буду просить у мамы на это все, ну, как бы, она не сможет это осилить. Поэтому я пошла работать официанткой. А папы, простите, не было? Папа был, но, ну, у меня мама, типа, все контролирует, поняли? Поэтому, что мама зарабатывает, папа зарабатывает, ну, как бы, ну, у меня папа, степа, да, как сказать, не родной отец, а отчим у нас. Ну, он как, он мой родной отец, как считается. Я со своим родным отцом не общаюсь, я с, ну, а этот папа у нас, как-то прям папа. Поэтому для меня он родной. И вы пошли работать в кафе официанткой? В кафе, в ресторан, который был, типа, одним из самых лучших ресторанов в Кировограде, был за городом. Работала я 24 часа, работала, 48 отдыхала. Сейчас это нелегально. Там, типа, если у вас там human rights, как это сказать по-русски? Если бы я знал еще английский, мне бы цены не было. А-а-а, вам бы не было цены 100%. Подождите, людские права? Да, права человека, да. Права человека, вот. Сейчас, ну, нельзя работать 48 часов, там 8 часов работаешь, да, нужно отдыхать. Раньше почему-то я работала 24 часа нон-стоп, ну, когда клиентов не было, мы спали на стульчиках, в р-в-в. На то время это была зарплата 120 гривен. Какой это год? Это был год, я бы сказала, может быть, 2005. Может такой быть. 6-й, вот так. Да, ну вот если вы понимаете, курс, да, короче, за копейки работала. 4,65 где-то курс, наверное, был тогда. Копейки, да. Да, вообще копейки, но чаевые были. Поэтому на чаевых я за... Ну, я когда вот прям взяла, я что бы ни делала, я все стараюсь делать, выкладываться на 100%. Если бы я даже была уборщицей, я была бы самой лучшей уборщицей. Ну, по крайней мере, я бы старалась, понимаете? Поэтому я считаю, что когда вы что-либо делаете, будьте лучше. Ну, я зарабатывала хорошие чаевые. А еще, прежде всего, при этом мне очень много белого шоколада дарили, потому что я любила белый шоколад тогда. Вот, и мне там, типа, все мужчины, которые за мной ухаживали, я просто уходила за такой стопкой. Можно было свой магазин открывать шоколадный. Вот. И, да, я просто поняла, что мне нужно работать, зарабатывать деньги, чтобы себе шить хотя бы одежду, начать с этого. И так меня нашли, и я стала моделью так. Татьяна Жижа, которая мне говорит такая, мы поехали... В общем, когда я работала официанткой, мы шили... ну, рабочая одежда. Все же одинаковые. Вот. И мы пошли на примерку. И у этой женщины, которая была отелье, у нее было свое модельное агентство. Но я не знала. Мы приходим всей вот нашей командой. и со всех людей, она мне говорит, пройди. А я еще стою, а я на то время еще такая была вся, ну, вы знаете, аттитюдная, такой я, как сказать, ну, фыркала, знаете, как маленький котенок такой. А я еще стою, такая думаю, блин, вот почему я? Почему там не кто-то другой должен пройти? Ну, я прошлась. Потом еще раз прошлась. Она говорит, слушайте, я должен быть моделью. Я говорю, ну, какая с меня модель? А я плоская, худая. Самая тура. Ну, вот, нет, на то время Памела Андерсон была самая тура. Ну, понимаете, Памела Андерсон и я, ну, я как в профиле говорю, поворачиваюсь, меня не видно просто. Понимаете, да? Поэтому там не было про модель вообще. Ну, как бы, я была очень неуверенная в себе, я всегда была таким гадким ученком. И в школе, и везде все с меня там смеялись, прикалывались. Ну, какая с меня модель? Потом я пошла, на дискотеку с сестрой, уже в своих штанах, которая пошила, такая вся модная, думаю, надо пойти выгулять. Пошли с сестрой на дискотеку, ко мне девочка подошла, я ей сказала, нет, это женщина. Я говорю, ну, какая с меня модель? Ну, это не произойдет точно. На дискотеке девочка подходит и говорит, такая, слушайте, тебе нужно быть моделью. Я ей говорю, слушай, ну, вообще не интересно. Она говорит, давай попробуешь. Пошли со мной. А я говорю, а какое агентство? Она говорит, Римо, вот Татьяна Жижа, вот эта женщина, которая была в ателье, это ее агентство. А у нас в Кировограде было три агентства на тот момент. Я такая думаю, интересно, а я верю в то, что если, например, вы встречаете одного и того же человека пару раз, вы там, я не знаю, с вами что-то происходит, нужно к этому определить внимание определенное, почему это происходит. Да, знаки. Вот. Я такая думаю, может быть, сходить. И водички нету. Я прям переболтала. Да. Вот. Я такая думаю, надо сходить с ней. Я думаю, попробую. Пошла с ней. Татьяна была очень рада меня видеть, конечно. И так я начала модельную, ну, как бы модельную эту деятельность. Но это была школа модельная. Я смотрю, девочки уже летают в Китай и зарабатывают деньги. А все девочки, которые летали в Китай, они тоже такие все были, ну, как бы фигуристые. А я была, ну, супер худая, супер, ну, высокая. Все девочки были, ну, нормальные девочки, красивые. Я такая думаю, это не произойдет. Со мной точно нет. Но походила я в эту школу и поняла, что у меня здесь заработок в этой официанткой, а там, в принципе, ну, гарантии никакой нет. И я иду. Я же работала 24 часа, 24 часа работаешь, 24 часа вы спите, потому что вы умираете. И там 24 часа у вас есть на жизнь. И тут, короче, пропускаю я школу модельную и звонок, а я сплю. Поднимаю трубку, она мне такая, Татьяна Ивановна, Алина, ты не понимаешь, вот здесь все стоят и тебя ждут. Ты где? А я такая говорю, а я отработала 24 часа, но как бы я сплю. Она такая, нет, я тебе шанс даю, а ты его упускаешь. Ты не можешь так поступать. И с таким голосом она так говорит. А я говорю, знаете что, Татьяна Ивановна, мне неинтересна ваша школа, я никогда не хотела быть моделью, до свидания. И я все, положила трубку и больше сказала, с ней я общаться не буду. Она мне звонит. Потом. Потом мне девочки рассказали, она реально выстроила всех, и вот мне пилюлей вставляют по телефону. Но мне реально было по барабану настолько, я говорю, у меня тут гарантия 120 гривен есть в месяц, а ты мне тут модельную школу даешь, понимаете? Короче, она позвонила, попросила прощения. Говорит, Алин, смотри, все платят за школу, все хотят быть моделями, ты бесплатно ходишь, приходи, я не буду так больше, я понимаю, что ты работаешь, у тебя там гарантии есть, приходи, вот я в тебя верю, у тебя есть шанс. Я такая, окей, начала опять ходить. И там она мне одну девочку подстроила, другую девочку подстроила, типа, чтобы меня учила, как ходить, поворачивать, все. Одна девочка меня учила брендом. Я даже не знала, что такое Шанел. Я не знаю, как вам это объяснить, я не знаю, когда вы узнали про бренды, я понятиями, но у меня рынок, а с рынка, там типа в магазин, а в магазине то же самое, что на рынке, но это же в магазине, но это классно, а там же дороже, потому что там аренда дороже, понимаете? А вы думаете, там дороже, потому что это круче? А потом, когда мне начали рассказывать про бренды, я сижу, такая думаю, подожди, что такое, что такое Диор? А я еще такая сижу, а мне стыдно, потому что я не знаю, все знают, а я говорю, а что такое Диор? А что такое Шана? Ну, она говорит, вот такой вот, это типа дизайнеры, это там имена. Я так думаю, ну, как бы, да, я понимаю, что, вау, насколько далекая, я никогда журналы не листала, понимаете? Представляете, да? Да. Там есть девочки, которые мечтают об этом, обо всем, а я, ну, как бы, не то, что не мечтала, понятия не имела, что такое это все, для меня был Китай, это большой моделинг, там вы вот поехали, зарабатывали, конечно, я слышала про моделей, там, типа уже там Наташа Водянова, и все, мы уже это слышали, тогда доступа к интернету не было, вы не можете сделать никакой ресерчек. И, Дим, если вы помните, в наши времена молодые, про моделинга говорили, что это проституция, что вас продадут, что, ну, как бы, таких, как таковых моделей не существует, но те, кто там в Америке, ну, уже в Америке, а те, кто в Париже, уже в Париже, ну, типа шансов нет. Я понимала, что, ну, типа, какие там шансы, да, я там боялась, что меня тоже где-то продадут, какую-то проституцию, убьют там, или еще что-то, тем более, какая-то проститутка с меня, я рот открою, и меня муки, понимают. Отнимут паспорт. Паспорт, нет, так я потом еще паспорт, я уже со своим бойфрендом встречалась, уже когда у меня модельная карьера была, я была в Париже, у меня уже отношения начались, я паспорт свой прятала, чтобы вы понимали, уже от бойфренда, с которым я встречалась. Мы полетели в Макао, и я его прятала под это, думаю, сейчас мне его в Макао где-то продадут. А я истории наслушалась, которые рассказывали там, я прям слушала эти все истории. Он в тебя влюблен, он тебе будет говорить, что он в тебя влюблен, что поехали куда-то ознакомиться с родителями, вы уже будете в отношениях долгое время, а потом тебя продают. И я уже с этим мужчиной была в отношениях достаточно долго, я думаю, все равно продаст мне в какой-то момент, понимаете.